Итак, добрый день! Сегодня мы с вами познакомимся с основными геолого-промышленными типами месторождений ртути и сурьмы, и с некоторыми примерами этих месторождений. Я хотел бы начать с того, что напомнить, что в течение длительного времени Южная Европа, имелось в виду Сибирь, Гранада, Кордова, Альгамбра, она входила в состав халифата, и находилась в составе халифата. Вот этот самый халифат, особенно Кордовский халифат, он прославился тем, что в течение длительного времени, с X века по началу XI века, он претерпел соответствующий расцвет. Этот расцвет касался расцвета культуры, науки и так далее. И вот к этому времени относится легенда, согласно которой во дворце халифа Абдрахмана, это где-то, как я сказал, X-X, начало XI века, в Кордовском халифате существовал ртутный фонтан. Ну, имеется в виду, разумеется, не тот фонтан, который фонтанирует, как нам привычной водой, значит, на большую высоту поставляя воду, а фонтан скорее такого бахчисрайского типа, когда жилькость изливается из отверстия и постепенно стекает вниз с одного уровня на другой. Вот такой фонтан, по легене существовал, значит, у халифа Абдрахмана, но только ртутный фонтан. Это ртуть истекала из отверстия и постепенно изливалась на все более низкие и низкие уровни. Ну, конечно, это легенда, но, тем не менее, легенда, которая является достаточно трудоподобной, тем более, что, если учесть, что вот этот халифат располагался в центральной, значит, Европе, в Испании, совсем недалеко от известного, известного месторождения ртутного Альмаден. Ну, забегая вперед, я могу сказать, что месторождение Альмаден – это является крупнейшим месторождением в мире. Это месторождение, которое, по разным оценкам, с учетом имеющихся запасов и того, что было добыто раньше, ну, давал один миллион тонн ртути. Крупнейшее такое, крупнейшее, значит, месторождение. Так вот, значит, это месторождение характеризовалось тем, что, значит, длительное время, длительное время, оно пользовалось достаточно большим успехом среди населения. Надо сказать, что, надо сказать, что ртуть вообще известна за две тысячи, за две с половиной тысячи лет до новой эры. Китайцы использовали его в лечебных целях. За триста лет до новой эры греки разрабатывали вот это упомянутое месторождение Альмаден. Древние разработки, связанные с, значит, извлечением ртути, известны в Никитовке, в Донбассе и в Средней Азии, в Хайдаркане. То есть, иными словами, ртуть пользовалась определенным большим успехом вот в те древние времена. Сурьма, наряду с золотом, медью, ртутью тем же самым, является историческим элементом. Известно, что, например, сосуды, найденные в Вавилоне, имеющие возраст 3000 лет до новой эры, созданы, значит, вот с использованием сурьмы. В Грузии известные изделия, имеющие возраст до 1000 лет до новой эры, тоже использованы сурьмы. Алхимический знак сурьмы – это хищный волк с раскрытой пастью. Это свидетельствует о том, что, значит, алхимики уже знали многие свойства сурьмы, как великолепного растворителя, в связи многих металлов и так далее, и так далее. Надо сказать, что использование ртути в последнее время резко сокращается в связи с ее токсичностью. Поэтому в настоящее время как-то, ну, демонстрировать крупный запас ртути даже не очень-то принято, потому что, вообще говоря, это дело все больше и больше сокращается до, наверное, в скором времени прекращения добычи ртути, поскольку, значит, она чрезвычайно токсична, и, конечно, естественно, при изготовлении различного рода приборов и всякого рода изделия она может быть заменена другими, значит, средами. Сурьма в древности использовалась в косметических целях, в фармацевтических целях. В настоящее время сурьма представляет собой довольно важный компонент для создания огнестойких соединений, противопожарных соединений, противопожарных покрытий. Вот такая ситуация имеет место с сурьмой. Значит, как я уже сказал, значит, месторождения ртути, они многоизвестны, наиболее крупные из них это в Испании месторождение Аль-Маден. В России сурьма, значит, тоже используется довольно широко, и Россия по запасам сурьмы занимает третье место. Третье место. Второе по добыче и производству после Китая. Ну, правда, это второе место после Китая находится с большим отрывом. Если Китай производит 84% изделий, значит, из сурьмы, то Россия 3%, но повторяет второе место. Геолого-промышленные типы месторождений сурьмы и ртути разнообразны. Разнообразны и с некоторой долей условности типизировать их можно следующим образом. Выделяется стратеформное месторождение ртути. Это кварцдикитовый тип месторождений, значит, который, ну, в настоящее время обеспечивает 42-44% запасов и добычи. Кварцдикитовый тип, его представителями являются Аль-Маден и Никитовка, наиболее крупные месторождения. Второй карбонатный тип ртутных месторождений. Он обеспечивает меньшее количество, но, тем не менее, все-таки где-то около 7-8% запасов и добычи. Примером этих месторождений является иедрия. Ну и есть небольшое количество рассыпных месторождений, они не имеют большого промышленного значения, но, тем не менее, вблизи месторождения Нью-Аль-Маден, это в Соединенных Штатах, это рассыпи зафиксированы. Далее, среди стратиформов месторождения выделяется джеспироидный тип. Джеспироидный тип – это сурмяно-ртутные месторождения. В этом типе, значит, преобладает, значит, сурма, ртут составляет где-то 7-9%, я имею в виду добычу и запасы. А сурма в этом типе достигает 70%. Примером этих месторождений являются Хайдаркан, Кадамжай, Сигуаньшань. Вот такие вещи. Дальше выделяется следующая группа, это группа гидротермально-вулканогенной месторождения. Это, значит, для ртути – это карбонатно-полиаргилитовый тип, обеспечивающий 14-15% запасов и добычи. И примером этого месторождения карбонатно-полиаргилитового типа появляется Мунтамиата, известное месторождение. Мы чуть позже коснемся, познакомимся с этим месторождением. Далее следует листвинитовый тип. Листвинитовый тип тоже достаточно важный. На долю его приходится 13-14% запаса и добычи. Это месторождение Нью-Аль-Мадан, это месторождение Чаган-Узун. Это месторождение, значит, довольно крупное, интересное, и мы чуть позже с ними познакомимся более подробно. И, наконец, апполитолунитовый тип месторождений, которые не имеют большого промышленного значения, но тем не менее известны на вулкане Менделеева на острове Кунашир и известны в кальдере Узун на Камчатке. Вот такого типа вещи. Кроме этого, к гидротермально-вулканогенным образованием относится большое количество кварцантимонитовых месторождений. Кварцантимонитовые месторождения, на долю которых приходится 30% запасов от добычи сульмы. Что касается гидротермально-плутаногенных месторождений, то они редки. И в основном это касается месторождения сульмы. Это выделяется такой кварц, золотоантимонитовый тип. Примером, по-моему, является месторождением сэрлах. Вот такая ситуация имеет место. Имеет место, значит, при типизации сурмян-ртутных месторождений. Далее, значит, ну, главнейшие мировые месторождения сульмы-ртути, вот как показано на этой карте, они располагаются в разных геолого-техтонических зонах, в разных складчатых зонах, преимущественно альпийского и кимерийского возраста. Вот на этой карте как раз показано расположение этих месторождений сурмы-ртути, которые в различных складчатых зонах, но тем не менее, в основном тяготеют к складчатому альпийского и кимерийского возраста, как показано на этой карте. Далее давайте посмотрим наиболее важные, наиболее крупные месторождения в Сурьмой Ритути. Первое место среди них по праву занимает месторождение Альмаден. Вот здесь показан его разрез, этого месторождения Альмаден. Это центральная Испания. Здесь выделяются три крупопадающих пласта, как показано на этом разрезе. Это кварцитопесчаники и песчаники. Возраст этих вмещающих пород Ордовик, Нижний Силур. Главный пласт, здесь показан главный пласт, родоподводящий разлом. Главный пласт Сан-Педро, мощность его 10-14 метров. Он по стиранию на 650 метров, по падению на 700 метров. Среднее содержание ртути где-то было 5,5%. Сейчас, в настоящее время, после долгих лет отработки, оставшиеся руды содержат не более 1%. Я повторяю, что общий запас этого месторождения, с учетом добычи, оно составляло около 1 миллиона тонн. Так считается иногда. Около 1 миллиона тонн. Далее. Так, ну вот это как раз геологический разрез одного из горизонтов. Рудника Аль-Маден. Здесь показана, значит, приуроченность руд к одному из пластов, к одному из пластов, который называется вот Сан-Диего. Далее, вот, естественно, очень интересное, очень крупное месторождение, ну, по российскому меркам, это Никитовка, Донбассе. В Донбассе это месторождение располагается среди пород уголеносной донецкой малассы. Уголеносной малассы. Ну, а в орудлении здесь сопутствуют такие минералы, как текит, кварц, карбонаты. Надо отметить одну интересную особенность ртутных месторождений. И вот, в частности, Никитовского месторождения, да и других тоже. Дело заключается в том, что изотопный состав серы этих месторождений, он однородный и близок к метеоритовому стандарту. То есть, иными словами, это может свидетельствовать о том, что ртуть во всех почти месторождениях имеет глубинный источник. Это свойственно всем месторождениям, и в настоящее время, ну, большинство исследователей не, значит, не испылили, не такие другие мнения не предлагают. Вот, что касается Никитовки, то здесь, значит, довольно интересная картина. Эти месторождения относятся к стратиформному типу. То есть, к типу, который представляет собой месторождение, рудные тела которых располагаются согласно смещающими породами. Но, как мы видим на всех по существу разрезах Никитовки, здесь дело обстоит более сложно. На самом деле, действительно, основные рудные залежи располагаются согласно смещающими породами, образуя здесь вот такую достаточно крупную серию этих месторождений. Но, тем не менее, вот другая ипостась этого же месторождения. Видите ли, действительно, стратиформные месторождения, действительно согласные руды, которые преимущественно располагаются среди песчанистых образований, среди песчанистых образований. Но, тем не менее, значит, здесь выделяется семь горизонтов, расположенных вот в этих антикалинальных структурах, семь горизонтов расположения согласных рудных залежей. Причем размах того интервала, в котором располагаются эти рудные тела, составляет 1,2 километра. Есть вполне определенная зависимость состава руд вот такого типа стратиформных месторождений с тем, что на самом-то деле в этих формациях, эти формации, вмещающие эти месторождения, представляют собой такие крупные, очень по масштабу, это многокилометровые толщи осадочных пород, таких песчаников, сланцев, карбонатных образований. Так вот, значит, дело заключается в том, что вот эти горизонты рудных тел, они, в общем-то, возникают здесь по-виднему, общие с тем, что в этих формациях рудоносных обычно в редуцированном виде, но всегда присутствует магматизм, магматизм такого щелочно-базальтового типа, это андезит, трахидацитовый состав, и дайки здесь имеются, андезит, трахидацитовый состав. Вот эти месторождения, значит, таким образом мы можем констатировать, что, скорее всего, все-таки источником металлов при формировании этих месторий были глубинные источники, глубинные источники, и они, естественно, были связаны с наличием в этих формациях от магматизма щелочно-базальтового состава. Щелочно-базальтового состава. Карбонатный тип месторождения, примером этого является месторождение Идрия. Оно занимает второе место по запасам. Идрия – это месторождение, в котором за 450 лет его освоение, его использование, добыто 200 тысяч тонн металла. Оно второе место занимает, как я уже сказал, по запасам после Аль-Мадена. Вот месторождение характеризуется тем, что оно относится к карбонатному типу. Это означает, что вмещающие породы отличаются повышенной бетуминозностью, сероносностью. И здесь тоже присутствует в основании этой формации карбонатной редуцированной базальты. Значит, я повторяю, это за 450 лет добыто 200 тысяч тонн металла. 200 тысяч тонн металла. Карбонатно-полиэргилитовый тип месторождения. Ну, это месторождение очень интересно, естественно. Они связаны с субаоральным вулканизмом. Это трахиты четвертичные, вот как показано на этом разрезе, четвертичные трахиты. Значит, под ними располагаются брекчи, горячие источники, и располагаются, естественно, измененные породы, измененные породы, и рудно-тела. Рудно-тела, сложенные киноварью, реальгаром, ауропигментом, и другими минералами. Месторождение достаточно интересное, достаточно крупное, и тем еще интересно, что это месторождение Монтамиата, оно представляет собой такой живой тип месторождения. Здесь имеются горячие источники, здесь имеются, значит, большие, значит, выделения различного рода поствулканических газов, растворов и так далее, и так далее. Вот такой, значит, тип карбонатно-полиаргилитовый Монтамиата. Здесь горящие источники, постоянно сопровождают это огромное поле, оно где-то прослеживается на 30 километров, значит, по простиранию, и представляет собой довольно такое свежее, интересное, живое по существу формирование. Вот форма рудного тела Монтамиата вот так вот выглядит, ну, имеется в виду, это латеральные такие, его протяженные, значит, разного рода рудные залежи. Далее, риствинитовый тип месторождения. Риствинитовый тип месторождения, он очень интересный и в известной степени загадочный. Вот на этом примере, на этом разъезде показан один из примеров месторождения Чаган-Узун. Чаган-Узун. Чем интересен этот риствинитовый тип? Ну, во-первых, тем, что действительно рудные залежи локализуются среди гидротраммально измененных породах пород риствинитового типа. Вот как здесь показано. Правда, здесь есть одна интрига, заключающаяся в том, что считается, что, несмотря на то, что рудные тела располагаются среди гидротраммально измененных пород листвинитового типа, на самом деле, вроде бы, есть данные о том, что орудие не связано с более молодыми магматическими комплексами, гидротраммально измененных породами, которые накладываются на рудные тела, то есть рудные растворы накладываются на ранее образованные листвиниты и тем самым образуют рудные залежи, обогащая их соответствующим металлом. Вот, значит, это вот пример листвинитового типа Чаган-Узунское месторождение. Есть еще одно месторождение, называется Нью-Аль-Маден. Ну, я полагаю, легко догадаться, что даже по названию Нью-Аль-Маден можно сразу сказать, где находится это месторождение. Конечно, в Америке, Соединенные Штаты. Они всегда любят своим объектам приписывать какие-то названия, которые якобы соответствуют их большим масштабам. Конечно, Нью-Аль-Маден ни в какое сравнение не идет по масштабам запасов и добычи с Аль-Маденом, но тем не менее, американский менталитет как раз любит именно такие названия, такие сравнения. Значит, что такое Нью-Аль-Маден? Как видите, значит, месторождение характеризуется тем, что здесь ртутная руда располагается по контакту, который осложнен тектоническими нарушениями. Вот здесь фиксируется галикотрение, брекчи, и располагается он на серпентинитах, на серпентинитах, значит, перекрывающихся песчаниками, исландцами вот поверх этого месторождения. Вот такой разрез надо прямо сказать, что, конечно, опять повторяю, это ни в какое сравнение по запасам не идет с месторождением с Аль-Маденом, но тем не менее, значит, вот отдавая должное этим месторождением, вот такое название он имеет, это месторождение, не в Аль-Маденом. Джаспироидный тип. Джаспироидный тип это месторождение средиазиатских, в основном, Хайдаркан, Кадамжай, Гриджикрут и другие месторождения. Вот что касается этих месторождений, значит, джаспироидных, ну, ясно, что это стратифорные месторождения, что они располагаются, значит, рудные тела распространяются в джаспироидах, то есть в измененных известняках, и вот обычный такой вид имеет эти месторождения, вот такой, как показано на этом разрезе. Но, есть определенная интрига, заключающаяся вот в чем. Одно из месторождений Кадамжай, вот обратите внимание, Кадамжайское месторождение. Ну, казалось бы, здесь все ясно, антикринальная коробчатая складка, на одной из осложняющих эту складку структур фиксируются рудные тела, вот здесь они показаны черным цветом. Но, вот что интересно в этом месторождении, обратите внимание, значит, с нижнего, внизу располагаются массивные известняки нижнего карбона внизу разреза. Далее они перекрываются глинистыми сланцами нижнего дэвона, вот, а далее еще идут, идут, значит, ну, эти самые песчано-сланцовое отложение селура, то есть получается обратный разрез, обратный разрез, значит, и, тем не менее, здесь фиксируется такая, вроде бы, нормальная коробчатая складка. Я не думаю, что здесь так все на самом деле обстоит. Я допускаю мысль о том, что, возможно, что определение возраста здесь были не очень корректными. Потому что трудно поверить, что такая согласная складка представляет собой полностью обратный стратеграфический разрез. но, тем не менее, вот эти разрезы, они, значит, широко распространены, они обошли многие учебники, они стали такими хрестоматийными разрезами, характеризующими вот эти месторождения, вот Кадамжа в частности. Вот такая ситуация. Я опять повторяю, что есть определенные, у меня к нему довольно скептические отношения, есть определенные такие моменты, которые, ну, позволяют усомниться, может быть, в правильности определение возраста пород, слагающих структуру этого месторождения. Месторождения джиджикрут, ну, то же самое, это такие стратиформные залежи, располагающиеся среди, значит, образований осадочных пород, карбонатных, террогенно-карбонатных отложений, и, значит, вот такие залежи, которые располагаются в этих учах. Вот здесь, пожалуй, на что можно обратить внимание, на то, что эти залежи, будучи действительно типичными такими стратиформами, тем не менее, нередко по своей морфологии обнаруживают какую-то связь с в нижних частях силающих пород, связь с какими-то, может быть, гидротермальными источниками, которые поставляли рульный материал для формирования месторождения. Вот еще один пример вот такого довольно любопытного месторождения. Сигуаньшань. Сигуаньшань, значит, месторождение очень крупное. Как видите, это стратиформный залеж, расположенный среди, значит, карбонатных и таких террогенных пород, значит, демонского возраста. Это месторождение очень крупное, Сигуаньшань. Рудоносный горизонт здесь представлен вот таким довольно мощным, мощной залежью. Ну, надо сказать, что есть здесь такие, такая интрига, связанная с тем, что вот в этом, в этих месторождениях и в этом в частности, ну, есть элементы палеокарста. И поэтому, естественно, вот этот наличие палеокарста, который располагается, как правило, в подстилающих рудную залежь породах, оно представляет собой довольно-таки загадочное явление и естественно позволяет усомниться в таком обычном понимании геносового месторождения. Возможно, здесь действительно это месторождение может быть отнесено к разряду таких стратиформных месторождений, которые были связаны с формированием и зон выветривания и зон значит отложения вот таких стратиформных залежей. Ну, такая же ситуация доходит, имеет место на Руднике Сан-Хосе, это уже значит Мексика. Вот боливийские месторождения, видите ли, они тоже имеют вот такие же сложные формы с румяными месторождения Южной Боливии, они вот так вот имеют вот такие вот формы, тоже сочетание согласных залежей с теми значит с теми структурами, которые могут служить подводящими каналами. Подводящими каналами. Ну, Сэрлахское месторождение, это месторождение достаточно крупное, это такое значит месторождение, ну, представляющее собой по существу такую единую жилу, единую жилу такой значит с минерализацией золота, значит с золота, сурбы и так далее, и так далее. Вот такие получаются в Сэрлахском месторождении. Все в Сэрлахском , Продолжение следует...